Когда в 15-м году я приехал сюда в отпуск с женой, я встретил одного знакомого, который мне сказал, а не хочешь открыть со мной продакшн-компанию? Это было в первый день моего отпуска. И он мне буквально в этот же день позвонил, говорит, смотри, наша компания сегодня может поехать работать в мероприятии. Он говорит, день рождения Рианы. Так и началось. Я в том году познакомился с Бекмобетовым просто на улице. И это было, вот у меня есть там идея, он говорит, окей, напиши мне на e-mail. Когда я приехал в Штаты, у меня появилось ощущение, что нет лимита, за который нельзя выйти. Вот ты можешь сделать все, что угодно. Всем привет! Каждый выпуск я показываю, как русскоговорящие ребята находят способ заниматься в США любимым делом. И мой сегодняшний герой – идеальный пример для этого. В Киеве он работал с «Океан Эльза», «Квест Пистол», с Тиной Кароль, Даной Баланом и другими артистами. А в Лос-Анджелесе создал свой продакшн, который помогает делать шоу «Леди Гага», «Кортни Лав», «Риане». Делает сцены для «Бёрнингмена» и даже участвует в создании мероприятий для «Эмми», «Грэмми» и «Оскара». В общем, перед нами воплощение американской мечты. На самом деле, все это дается непросто. Как именно, он сам нам расскажет. Ну а меня зовут Лена Плотникова. Вы на канале «Приехать в США», на который не забудьте обязательно подписаться. Юра, привет. Если открыть Википедию, то можно растеряться, как я вчера, собственно, это и сделала. Сон-продюсер, звукорежиссер, технический директор, член Академии «Грэмми», сейчас создатель своего продакшна. Вообще, расскажи сначала, с чего ты начинал в Украине и кем ты начинал. Начиналось в Украине все с мечты. Мне очень хотелось работать с музыкальными артистами, с музыкантами, с группами. И я закончил школу и стоял на фестивале. И думал, наверное, очень круто работать в компании, которая делает звук, звук свет, для фестиваля, таврийские игры. И через два года я работал в этой компании. Это было как-то так. Не то, чтобы я хотел прям там работать. Я вот просто думал о том, что это, наверное, очень круто. И да, через два года я там работал. И, наверное, с этого вот началась такая карьера, с мечты. Потом я работал с артистами уже. Подожди. Но ты же не просто с выпускного попал на Добриду. Как это все произошло? Да, это произошло. Я ходил и интересовался звуком. Приходил на концерты, спрашивал, как что работает. И одни ребята решили, что, наверное, интересно такому молодому подрастающему человеку это все показать, рассказать. Они меня многому научили. То есть они не прогоняли, а увидев интерес, наоборот к себе ниже поставили. Оказывается, в этой индустрии много людей, которые просто грузчики, они хотят просто заработать деньги, не хотят ничему научиться. А таких, как я, оказалось, было мало. Но они есть. Поэтому они увидели, что это здорово, что человек интересуется, он хочет это знать, хочет этим заниматься. Но если ты болеешь каким-то делом, то ты будешь этому учиться и будешь развиваться, будешь хотеть, и другие обязательно это заметят. Ну, то есть после того, как ты пошел к этим ребятам понять вообще, как все работает, заинтересовался, собственно, это как профессией. Понял, что можно развиваться творчески в этом и работать, собственно, и зарабатывать. И получил ли это какое-то образование или сразу получилось, что ты начал работать с артистами? Получилось, что я работал с компаниями, работал с артистами в качестве звукорежиссера. И пошел учиться в Карпенко Карова на звукорежиссеру кино и телевидения. Не совсем то, чем бы я хотел заниматься, потому что все-таки моя деятельность – это концерты и живые выступления. Но кино и телевидение, оно довольно близко к этому, хотя совсем не то. Ну, это, грубо говоря, как ехать на легковой машине и ехать на грузовике. То есть это вроде и тот водитель, и тот водитель, но водители как бы разные. Ну, то есть на тот момент учебы ты уже активно занимался продюсированием артистов? На момент учебы я работал уже с артистами. И мне очень помогало то, что я мог сразу же на практике делать какие-то вещи, которым мог научиться. И наоборот, мог принести эту практику в учебное заведение и рассказать, как это в жизни происходит. Ну, а как простой парень может сразу начать работать с артистами, потому что доверия у артиста все равно не будет? Да, здесь никак. Звук – самое главное. То есть нужно где-то проявить себя, показать, где ты умеешь, что ты умеешь делать. Потому что до работы в «Океан Эльзы» я работал в компании, которая обеспечивала техническую поддержку их туров. И они меня увидели, как я работаю в составе компании, а потом пригласили к себе спустя там несколько туров. Сколько лет ты проработал с артистами? С артистами 15 лет. И можешь перечислить, с кем удалось тебе поработать, чтобы понять, какой опыт у тебя уже был в этот момент? Из наших артистов это «Океан Эльзы», «Тина Каррель», «Дан Балан», «Оля Полякова», «Лама», «Quest Pistols» и многие другие. Это такие, наверное, с кем дольше всего и такие значимые в моей карьере. Из артистов, которые здесь, это уже как бы другая история. Да, но мы к ней перейдем попозже. Я хочу остановиться все-таки вспомнить еще Украину. То есть, получается, если сейчас даже какой-то человек занимается звуком и не понимает, или стесняется, или боится, или думает, что, ну, условно, там, без знакомства не попадешь, можно просто постучаться в несколько компаний и попроситься на стажировки, и, в принципе, это будет доступно. Попадешь. Я никого не знал. У меня не было никакого дяди или родственника, или знакомого. Да, я вот стучался, и... Я могу делать все. Да, я могу это делать, и, конечно, наверное, есть какая-то доля удачи в этом, что так получается, но я бы сказал, скорее, желание, стремление и какая-то мечта, что вот ты хочешь работать с артистами, или ты хочешь работать с музыкой, ты хочешь делать кино. И это вот и служит драйвером для того, чтобы попасть в эту индустрию, попасть к тем проектам, которые хочется делать. Ты работал с обширным списком артистов, и даже артисты, которым ты настраивал звук, как я понимаю, победили в 2011 году на Евровидении, например. То есть, по сути, у тебя была довольно успешная карьера, и можно было также на ней, на своем имени, на этих артистах плыть, как многие делают, зарабатывают авторитет, и уже этот авторитет работает на них, и они немножко там, не знаю, либо расслабляются, либо просто уже плывут по течению, и не нужно переезжать и начинать все с нуля в другое место, например, в индустрию, тем более, в которой куча конкуренции. Невозможно, мне кажется, сюда так просто прорваться. Почему ты решил уехать из Украины, имея там успех? Первый момент, что всегда есть ощущение, что ты достиг какого-то лимита, то есть есть какой-то уровень страны, города, региона, где ты находишься, и это позволяет тебе делать концерты определенного уровня, работать с артистами определенного уровня. Когда ты понимаешь, что твои творческие амбиции, они хотят большего, у тебя есть идеи, которые ты почему-то не можешь реализовать, допустим, по каким-то бюджетным вопросам, да, вот у тебя есть какая-то идея, как у одного продакшн-дизайнера, разбрасывать с вертолета над Куачеллой какие-то флайеры во время концерта, Тейлор Свифт. Это невозможно сделать в Украине или в Казахстане, например, да? А здесь есть ощущение, что этих границ нет. Когда я приехал в Штаты, у меня появилось ощущение, что нет лимита, за который нельзя выйти. Вот ты можешь сделать все, что угодно. Главное, это идея, желание и найти людей, которые тебе помогут это сделать. А в Украине что это ограничивает, там, в наших странах ограничивается только финансами или ограничивается еще и людьми, которые говорят, да нет, это невозможно, да нет, сюда нельзя. Я бы сказал, есть еще какие-то культурные особенности, которые, ну вот, мы привыкли, что концерты проходят вот как-то так, да? Мы привыкли, что там какие-то мероприятия, они вот, вот это какой-то стандарт. И скорее, да, люди, наверное, не очень хотят выходить за рамки этих стандартов, потому что сомневаются, а вдруг это не купят, а вдруг это невозможно продать, а вдруг это не будет иметь успех. А здесь, наверное, больше людей, которые разные, и найдется клиент, которому это зайдет, но найдется слушатель, который это купит, либо найдется зритель, который посмотрит. Хорошо, а технически как все это происходило? Вот понимаешь, все, уровень достигнут, что делать? Здесь ты никого не знаешь, соответственно, тебе писать. Я знаю, что тоже здесь очень многие компании могут несколько месяцев не отвечать на резюме, например. Ты уже найдешь работу, когда они откликнутся. А делать это на Украине, в Украине еще сложнее, потому что, ну, собственно, ты не можешь проконтролировать, не можешь нормально позвонить, поговорить, встретиться. Как ты искал эти контакты, чтобы постепенно здесь становление происходило? Скажем так, тут есть два момента. Если это какой-то профессиональный рост, и вы хотите работать на компанию, то есть определенная стратегия, как это сделать. Такой рост по карьерной лестнице. А если вы понимаете, что вы хотите делать свое дело, то тут совсем другая история. Если вы готовы идти какие-то, ну, скажем так, экстра, экстра-майл тут называется. Если вы готовы на это... Ответственность брать на себя. Взять на себя ответственность за это все дело, которым вы будете заниматься, то тут как бы немножко по-другому. В определенный момент я понял, что я хочу свое дело, что я к этому готов, и у меня хватает и знаний, и умений. И это тоже здесь, в Америке, мне было гораздо легче на это решиться, чем там, в Украине. На открытие своей компании? На открытие своей компании, да, и своего дела. Потому что здесь у меня было ощущение, что это возможно. И это легко, и у меня есть все для этого. Там у меня было слишком много, ну, таких вещей, которые противоречили друг другу. И я не был уверен в том, что это будет успешно. Здесь наоборот. Здесь появилась уверенность. Ну, хорошо, прежде чем она появилась. Ты же как-то искал, не знаю, людей из индустрии, с кем посоветоваться, кому попасть, как начать работать. Как этот момент переезда и становления произошел? Момент переезда и становления, да. Сначала было очень сложно, потому что в среднем я зарабатывал где-то 3000 долларов в месяц. И семьей здесь жить на эти деньги, это довольно сложно. Но это является также каким-то таким драйвером. Ты понимаешь, что ты хочешь зарабатывать больше, ты видишь, что индустрия здесь большая, ты видишь, что это возможно, и ты начинаешь искать пути. Пути, которые... Знакомство, да. Здесь очень легко знакомиться с людьми. Ты приходишь и говоришь, я делал вот то-то, 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 я занимаюсь тем-то, а что делаешь ты? Человек говорит, а я занимаюсь вот этим. Давай сделаем что-то вместе. Это такой нормальный разговор здесь. Где искать таких людей? Ну, можно на какой-нибудь тусовке, на каком-то мероприятии. Это очень легко. Можно написать имейлы. Люди тоже отвечают на имейлы, особенно если это что-то там творческое, либо творческое объединяет техническое. Допустим, у кого-то есть какая-то идея, а вы знаете, как это сделать технически. Или у вас есть идея, а вы ищете того, кто сделает технически. У вас есть сценарий, вы ищете того, кому будет интересно снять по нему фильм. Даже без денег, если у тебя нет на это бюджета. Я бы сказал, что деньги – это уже вопрос ресурса, который приходит под проекты. То есть идея гораздо важнее на начальной стадии, потом важно найти даже не деньги, а человека, который тоже интересуется этой идеей, и он готов найти инвестицию или вложить свои деньги в нее. Ну, то есть, получается, ты сначала узнавал каких людей, еще будучи в Украине, например, в отпуск приезжая сюда или как, или уже приехал? Я в 2011 году я приехал сюда учиться. Я учил бизнес английский и познакомился с людьми, которые тоже приехали сюда из разных стран, и которые рассказывали потихоньку свои истории, которые были довольно вдохновляющие. Я в том году познакомился с Бекмамбетовым просто на улице. И это было… Вот у меня есть там идея. Он говорит, окей, напиши мне на e-mail. Как ты ему подошел с идеей? Да, я просто его встретил возле отеля. Он жил в отеле, потому что строил свой дом. И он… В отеле курить нельзя, а он выходил все время курить. Я шел вот мимо, и его увидел, познакомился. Очень интересный человек. И здесь такое возможно, встретить человека, ну не только там знаменитого, а просто человека, который будет с вами объединен какой-то идеей. И увидев это, я вот знакомился с людьми. И когда в 15-м году я приехал сюда в отпуск с женой, я встретил одного знакомого, который мне сказал, а не хочешь открыть со мной продактинг-компанию? Это было фу-фан просто? Это было в первый день моего отпуска. И я говорю, окей, хорошо, давай. И он мне буквально в этот же день позвонил, говорит, смотри, наша компания сегодня может поехать работать в мероприятии. Ничего же так быстро? Я говорю, да нет, нормально все. Он говорит, день рождения Арианы, едем? Ну вот так и началось. То есть это могло бы быть уже, могло стать уже первым портфолио условной компании, и уже с этого можно было делать. Да, то есть такие вот события, которые происходят, ну в какой-то, когда ты этого не ожидаешь, когда ты это не планируешь, они для меня таким сигналом являются, что я делаю все правильно и двигаюсь в правильном направлении. Вот, и когда мы виделись с ним последний раз вот в прошлом году, он мне рассказал свою историю с MTV, тоже очень интересно. Он, оказывается, мечтал, чтобы его клип попал на MTV. Вот с этого начался Озон и его как бы карьера. И вот мечта двигает человека. Юрий, сейчас компания, продакшн, берет на себя практически любые технические аспекты, собственно, и на сайте, как написано. И, судя по результатам, вы делали даже мероприятия для Оскара, Грэмми, Эмми и ставили сцену на Бёрдингмен. Расскажи, как вообще получилось попасть на такие мероприятия? Тем более уж Оскар, Грэмми и Эмми имели наверняка свои технические. Ну, тут у нас, да, такая довольно долгая история сотрудничества, потому что началось все с кинопоказов. То есть здесь, в Голливуде, происходит очень много кинопоказов для мемберов тех же Эмми, Грэмми и Оскаров, для того, чтобы они приняли решение по поводу того или иного фильма. И это такие закрытые показы, где киностудия хочет максимально красиво и интересно показать свой продукт для жюри, который будет принимать решение. И, сделав несколько мероприятий для одной-второй киностудии, так сложилось, что они были очень довольны тем, что мы можем сделать кинотеатр такого высокого уровня в любом месте. К примеру, в каком-нибудь ресторане в испанском стиле, а это тематика их фильма. Либо это может быть где-то просто на улице, но это как бы их тематика. Там для Нетфликса Stranger Things 2 мы делали. Очень стилизованный показ всего второго сезона. Это Голливуд. Все нормально. Обученная ситуация. Обученный вторник. Вот. И мероприятие, связанное с Оскаром, это многие хотят смотреть Оскар с артистами, с музыкантами, с актерами, Многие члены жюри. Да. И этих мероприятий около Оскара, их очень много. И они довольно такого тоже высокого уровня. То есть я не работаю с саму премию награждения Оскара, но я делаю очень много мероприятий, связанных с ним. Либо, если это Грэмми, то очень много автопатий. Я делаю Sony Music автопати уже третий или четвертый год. Потом к ним уже присоединились и Rock Nation, компания Jay-Z, и Universal Music, Warner Brothers Music. То есть как-то так получается, что зайдя в какую-то нишу и в определенный уровень, потом этих мероприятий просто становится больше, и они становятся как уже какой-то визитной карточкой, и они тянутся из года в год. Мы работаем с этими клиентами. То есть получается, под каждое кино вы должны сделать площадку, которая ассоциируется с этим кино. То есть это не просто поставить кресло, установить экран, включить фильм и все, пожалуйста. То есть в этом сложность, поэтому вас не нанимают. Какие-то мероприятия бывают, да, очень простые, а те, которые интересны, они именно вот таких, как ты говоришь, когда тебе нужно проявить какую-то творческую смекалку, что-то интересное придумать, что-то сделать, чтобы это, да, было для людей experience. Потому что здесь есть такая фишка, даже когда идете в ресторан, то об этом говорят, что это какой-то experience, это не просто вы пошли поели, да. То есть если какой-то дорогой, хороший ресторан, это там и атмосфера, и обслуживание, и все, это такой experience. Точно так же и здесь для того, чтобы пойти посмотреть фильм, киностудия хочет сделать для людей experience, чтобы они это запомнили, чтобы они как-то к этому отнеслись особенно. что-то но ты же делаешь не только мероприятие, да, вот эти около Грэмми, около Оскара, но ты являешься членом Академии Грэмми. Звучит очень классно, мне понятно, что вообще, как туда попасть и зачем это нужно. Попасть туда очень сложно, то есть нужно продюсировать какие-то, спродюсировать какие-то записи, которые можно купить там на iTunes, либо которые издавались на там пластинках компакт-дисках, то есть у тебя должна быть какая-то дискография. Американская. Да, что ты можешь это купить здесь в Штатах, потому что Академия Грэмми, она американская. Либо ты принимал участие там в записи, в продюсировании, ты музыкант или что-то с этим делал. Для нас, людей, которые связаны с живыми выступлениями, у нас нет каких-то кредит, что мы там ездили в этот тур. Обычно такого, как бы у нас в этой сфере живых концертов этого нет. Поэтому мне было очень сложно туда попасть и нужно было предоставить доказательства, что я долго в этой сфере работаю, что артисты, с которыми я работаю, у них есть вот эти, они то ли Грэмми номинейли, то ли они имеют много записей и их можно купить. И они рекомендуют меня в качестве Грэмми-мембера. Что это дает? А что конкретно ты туда дал? Мне хочется понять, какие композиции, каких артистов, кто порекомендовал? Во-первых, ряд площадок и продюсеров, с которыми я работаю, они написали мне письмо в поддержку, что они рекомендуют меня в качестве этого мембера, что я работал и с Элтоном Джоном, и со Стиви Вандеров. А тут нет вопросов, что у этих людей много Грэмми, они серьезные метры в мире музыки. И Дан Балан, как Грэмми-номинант, тоже написал письмо, что я экстраординарный человек в мире музыки, который будет полезен в качестве Грэмми-мембера. А зачем тебе это нужно? Грэмми-мембера это очень интересная организация, которая защищает права людей, которые связаны с музыкой. То есть они, кроме того, что они дают награды, это то, что знают все, они еще объединяют в себе людей, которые создают музыку, которые работают в индустрии музыкальной. То есть это могут быть даже пиарщики, могут быть даже продюсеры, либо те, кто делает альбом-каверс, то, что арт-ворк, который мы видим на альбомах. Эта организация занимает тем, чтобы поддержать вот этих людей, объединить их, сделать для них какие-то вещи в правовом поле. Потому что так как у нас, допустим, не защищаются правообладания артистов, то вот Грэмми здесь как раз этим занимается. Поддерживают очень женщин, которые работают в этой индустрии. Потому что есть своего рода, считается, что это более мужская профессия, те же саунд-продюсеры, хотя женщины делают великолепные вещи. И вот Грэмми тоже этим занимается. Поэтому быть в составе этой организации, кроме того, что престижно, интересно, и они делают очень много концертов. Просто для Грэмми-мемберов приезжает, допустим, Стингс с какой-то такой камерной маленькой программой. И вот как Грэмми-мембер можно попасть на это мероприятие. Слушай, получается, что в России и в Украине наоборот не хватает подобной организации, потому что, вот я знаю, по крайней мере, весь этот год в России, когда началась пандемия, артисты остались без работы, пытались что-то сделать, такое объединить, как-то защитить их, хотя бы, не знаю, что какие-то там деньги они получали, какие-то концерты были хотя бы маленькие, но ничего не вышло. То есть, получается, Америка очень сильно бережет артистов и всех людей, которые занимаются звукозаписью. А в России, в Украине не очень ценят, получается, артистов и ничего для этого делают. Ну, сами там решайте свои вопросы, мы здесь ни при чем. А здесь это все, но это же не частная организация, правильно? Это же не государственная. Да, это частная организация. Я думаю, что здесь вопрос, наверное, что у нас представляли интересы культуры раньше, да, Министерство культуры и какие-то вот такие организации, которые там как-то относятся к государству. Здесь не так много прям государственных структур, которые занимаются каким-то вопросом. Но чувствуя, что звукозапись это огромная часть в общем бизнеса, американского и для Калифорнии киноиндустрия, музыкальная индустрия, это их лицо, да, вы правы, и это большой кусок доходов, да, поэтому такие организации, они нужны, потому что это тоже деньги, это тоже заработок, а люди, которые приносят эти доходы, они должны быть каким-то образом защищены. Я думаю, что к этому придут и в Украине, и в России, просто пока вот этих нет механизмов, но пока еще эти все процессы не настроены, так же, как очень мало механизмов, но у нас же не учат, тем же звукорежиссером, ну вот звукорежиссер кино и телевидения есть такая специальность, Карпенко-Карова, а звукорежиссер живых концертов такого нет, поэтому со временем к этому придет, я думаю, что пока этого нет, потом будет. Ну, а сейчас как взаимодействие происходит с членами Грейма, вы встречаетесь либо только на этих заквитых мероприятиях, вы можете советоваться друг с другом, вы можете заказывать мероприятия, как-то вы коммуницируете помимо мероприятий? Да, там у них есть очень интересные, там через портал Грэмми можно найти себе там соавтора для какого-то проекта, можно найти людей, которые помогут пронести какую-то идею, вот когда-то же это была просто идея объединить там женщин-звукорежиссеров, потом она выросла уже в какие-то более серьезные очертания, и эта организация может говорить с правительством, обсуждать вот какие-то вот эти проблемы и трудности и варианты их решения, потому что просто вот несколько женщин соберется, да, и что они будут обсуждать с правительством, тут нет, должна быть какая-то организация, которая будет связующим звеном, и вот этим звеном и есть Грэмми, кроме того, что это хаб, где можно встретить единомышленников, спросить совета, как вы правильно говорите, найти то, что тебе нужно. Тур с Даном Баланом, вернулись обратно в Штаты, и уже была получается своя компания с человеком, который предложил. уже тогда было ощущение, что мы начали строить компанию, были, сложность состояла в том, что было очень много мероприятий, и спать получалось только по 3-4 часа. Такой график, не думаю, что каждый человек выдержит, и вот в этом, наверное, разница между человеком, который идет, нанимается на работу, который хочет прийти в 8, или в 10, уйти в 5, в 6, и человеком, который строит свою компанию, понимая, что сейчас мне нужно показать, что я умею, сейчас мне нужно наработать определенный уровень, который будет показывать для моих клиентов, что я могу, и какого этого уровня. А вы первое время работали вместе, каким образом была устроена компания, и главное, как вы искали этих самых первых клиентов, учитывая, что вы ноунейм оболеете? Все равно, скажем так, Голливуд маленький, и когда ты делаешь одно мероприятие, знакомишься там с людьми, они видят, как ты относишься к делу, и очень часто не приглашают тебя делать что-нибудь вместе. То есть одно мероприятие может привести несколько клиентов? Да, одно мероприятие может, и отношения, показывать свой профессионализм, и не стесняться. Да, здесь есть такой момент, что вам нужно говорить о том, что вы умеете, как вы умеете, нужно себя презентовать. И вот так и собирались эти клиенты. А первое время вы работали вдвоем, или вы нанимали людей? Мы работали вдвоем и нанимали двоих-троих человек. Это больше для декорации, для какого-то стапа, для чего? Ну, в зависимости от того, насколько большое мероприятие, на нем могут работать 2-3 человека, а может 40-50. Сейчас мероприятие, которое мы делаем, award, шоу, награждения, то в них может быть крю 50 человек, и когда мы делаем несколько мероприятий в день, у меня может на одной площадке работать 50, на другой 40, и вот так суммарно в день может человек 80-100 работать. Тогда мы шли от небольших мероприятий, но были какие-то небольшие, но очень серьезные, очень важные для того же Nickelodeon, или для Рианы, или какого-то музыкального лейбла. Юра, скажи, кто сейчас работает твоей компанией, только ли это американцы, могут ли прийти сюда русские ребята, и в чем главное отличие русского работника от американцев? Я нанимаю людей практически все время, и у меня интервью с новыми кандидатами практически каждую неделю, потому что мероприятий становится больше и больше и больше. Мне нужны специалисты, которые могут работать на мероприятиях любого уровня. Так складывается, что у меня в компании работают разные люди из разных стран, и итальянцы, французы, швейцарцы, украинцы, белорусы, американцы. Все люди очень разные, но они всегда находят общий язык и работают все очень здорово. Могу сказать, есть небольшое отличие от наших славянских людей, что они работают, скажем так, они находят вариант решения любой проблемы. Если европейцы либо американцы, они будут действовать по какому-то сценарию, по какому-то протоколу, так как они знают, так как они уверены, тут скорее важно понимать, что они хотят получить результат, в котором они уверены. И они будут это делать тем образом, по которому они привыкли. в нашей индустрии иногда бывает нужно придумать какое-то решение. Пришел как-то продюсер ивента и попросил сделать так, чтобы экраны, которые стоят на сцене, они висели в воздухе. Если бы это было запланировано заранее, то мы бы придумали, как это сделать, и все бы было подготовлено к этому. И вот наши ребята славяне, их не останавливает то, что мы это не планировали. Они найдут решение, как это сделать. Мы за 15 минут придумывали так, они не висели в воздухе, но было ощущение, что это так. И многие продюсеры работают с нами поэтому. Потому что мы можем 20 минут до начала мероприятия любой профессионал из этой индустрии американец скажет, я ничего менять не буду. У меня все работает, я уверен в успехе, и я ничего менять не буду. Если это будем мы, то скорее всего мы придумаем, как это сделать, и нас не пугает то, что мы это не репетировали. Получается наши ребята готовы идти на риск, готовы справляться со стрессом постоянно получается. Да, я бы сказал, что наш менталитет, который привык все время выкручиваться из ситуации, потому что наша жизнь в наших странах, она предполагает, что мы не всегда, точнее все время в каких-то некомфортных условиях, и нам нужно находить варианты, как выжить. И эта смекалка, она дает нам такую привилегию здесь. Хорошо, а ребята, которые нас смотрят, например, из нашей страны планируют переезжать, особенно те, кто работают в индустрии, или ребята, которые здесь находятся, и тоже связаны с музыкой, они могут постучать в ваш продакшн, и что им для этого нужно? Нужно написать письмо, позвонить, как им максимально быстрее ускорить встречу, и какими качествами нужно обладать. Они могут написать нам письмо, прислать свое резюме. Самые важные качества, если человек профессионал, то профессиональным качеством вопросов как-то не должно быть. Мы увидим по резюме и по каким-то работам, которые уже были сделаны. А если ноль в этом плане? Нет опыта такого? Скажем так, важный момент для тех, кто уже состоялся, это английский язык, потому что наши клиенты американские компании, и очень важно, чтобы в коммуникациях не было никаких проблем и вопросов. Кроме того, в коллективе работают разные люди, и общий язык это английский, и его нужно знать хорошо, если не досконально. И следующий момент, это будет легальный, нужно будет решить вопросы с документами. Для тех, кто пока еще не смог сделать первые шаги, не смог пока еще сделать что-то серьезное, мы занимаемся обучением. Мы занимаемся обучением людей, которые только что пришли и хотят сделать это своей карьерой, которые болеют этим делом, которым не все равно. Это сразу видно. Таких людей мы учим, и они сразу пробуют себя на мероприятиях. Они сразу не заканчивая университета, идут на площадку и работают с артистами, с компаниями на мероприятиях. Я знаю, что ваша компания работала с Леди Гагой. Как вообще выходить на таких топовых артистов, учитывая, что наверняка у них есть своя команда, которая уже делала кучу всего, и они доверяют им. Как начать с ними подкрасться к таким артистам? Дело в том, что есть ивент продюсеры, которые делают в случае с Леди Гагой. Это была премьера сериала American Horror Story, где она играла. И эта вечеринка была посвящена этому событию, где были очень интересные такие элементы фонтаны с кровью или труп, который торчит из рояля, на котором играет такой странный человек. И как ни странно, были ивент продюсеры, но Леди Гага принимала непосредственное участие. Она пришла на walkthrough, и очень интересно ей было, как это все происходит. Она добавляла какие-то элементы, говорила свои пожелания. Она довольно творческий человек. Приходить в такие ивенты тебя зовет продюсер ивента. Мы с этим продюсером сделали очень много других ивентов. И для них был выбор очевиден, что мы сделаем какие-то творческие решения, которые необычные, нестандартные. В случае с Леди Гагой это будет что-то необычное и нестандартное. Поэтому... Да, прошу прощения, что я перебила, но просто если им не хватает рук, например, то они подключают другие продакшены, чтобы им помогли сделать шоу. Не совсем рук. То есть ивент продюсер он отвечает за мероприятие в целом и берет как технических подрядчиков либо творческих подрядчиков кого-то еще, кто может сделать эту творческую идею. То есть он может все придумать, как это будет выглядеть, а кто будет это воплощать, как раз он опять-таки решает и находит вас. Бывает по-разному. Бывает, когда уже есть творческая идея, нужно реализовать, а бывает, что есть что-то, что хотят люди сделать, им нужны рекомендации, советы, либо даже какой-то концепт. Вот с этим работать вообще очень интересно. Когда ты знаешь набор технических инструментов, который тебе доступен, а тут в Штатах доступно очень-очень много, что ты можешь порекомендовать, что вот это будет интересно, это будет красиво. И многие продюсеры прислушиваются к тому, что мы говорим, и берут нас не только как техническую компанию, но как и творческую составляющую тоже. То есть таким образом получилось работать с несколькими голливудскими звездами? Да. А с кем ты сейчас есть? Работа такая или может быть недавно была или планируется? Мы сделали очень хорошее интервью с Аль Пачино. Даже интервью вы организовываете? мы делаем интервью, съемочный процесс и все, что с этим связано. это такая была очень закрытого плана организация. Есть много мероприятий, о которых нельзя рассказывать, нельзя показывать. Но я могу сказать, что я это делал, но я не могу больше ничего сказать. Я могу сказать, что это такая закрытая организация, которая захотела сделать интервью с Аль Пачино, и мы были теми, кто это обеспечивал. получается, к вам можно обратиться вообще за всем, что связано с организацией чего-либо. Да, скажем так, в момент пандемии мы сделали очень много онлайн мероприятий, связанных со стримом, со съемками. То есть у нас был отдел, который занимался съемками, но для живых мероприятий. и вот этот отдел в пандемии он работал больше всех. Интервью, какие-то пенел дискуссионы, какие-то съемки, музыкальных клипов. Да, вот это такая с одной стороны плюс, а с другой стороны минус пандемии, что кроме тех вещей, которые мы делаем много и серьезно, вот отдел видео он в этот момент занимался очень многим. Юр, расскажи, пожалуйста, о вложениях, какие нужны вложения для того, чтобы создать такую компанию и какие вложения у вас сейчас? Потому что опять-таки, да, вы получили заказ, а с чего вы будете это делать? Вам же нужны оборудования и все остальное. Тут есть существенное отличие между компаниями в Украине и компаниями здесь. Украинские компании стараются как можно скорее купить оборудование и отталкиваться от этого. Здесь компании стараются найти клиента, а потом либо купить оборудование, либо арендовать. Здесь очень легко можно арендовать все, что угодно. То есть вам не обязательно нужно что-то купить. Вы должны знать, где это арендовать, и у вас должны быть соответствующие документы, страховка, какая-то история кредитная, чтобы вам это что-то дали в аренду. И в принципе содержание компании, у которой уже есть оборудование, есть склад и какие-то вот такие моменты, она будет конечно больше, чем компания, у которой нет этого всего. Больше? Меньше. А, меньше, да. И поначалу, понятное дело, что у нас не было оборудования, мы все арендовали, и потом поняли, что нам выгодно купить, и мы стали покупать оборудование. Сейчас уже у нас много есть оборудования для мероприятий, которые мы обеспечиваем, и в такой компании расходов может быть 20-30-50 тысяч в зависимости от месяца, в зависимости от того, сколько мероприятий. Ну, а вначале получается, можно договориться о мероприятии, взять предоплату, на эту предоплату снять оборудование, уже начать работу, чтобы не вкладывать свои деньги. Можно. А вы так делали, или как происходило? именно так. Ну, да, просто я думаю, если ты приехал без денег, не можешь просить большие гонорары, нужно еще на что-то жить, откуда ты будешь брать то, во что вкладывать, откуда эти деньги, чтобы тоже аренду оплатить, пока ты дождешься полного гонорара. Но все равно это тоже происходит какими-то шагами, да, ты не сможешь пойти и взять на миллион долларов оборудования. Так просто тебе сразу не дадут. Поэтому ты должен с компанией, у которой ты это арендуешь, тоже строить какие-то отношения долгосрочные, чтобы в какой-то момент, когда тебе нужно 50 световых приборов для мероприятия, тебе их дадут. То есть могут дать просто так или с большой скидкой, или в принципе дать? Скидки это тоже момент такой, когда люди видят, что ты много работаешь, много делаешь хорошие мероприятия, они согласны сделать тебе скидки в счет будущего сотрудничества. Это тоже очень здорово. Когда люди стараются помогать друг другу, понимая, что окей, сегодня у них там может быть такой бюджет не очень серьезный, но мы как-то договорились и вместе заработали и двинули дальше к большим мероприятиям, где мы тоже вместе заработаем, но больше. То есть тут такое отношение, лучше мы это сделаем и заработаем вместе, чем мы поставим какую-то страшную цену и никто не заработает. Юр, ты сказал, что достиг какого-то потолка на Украине, здесь ты видишь этот потолок сейчас в своей компании и вообще какие у тебя мечты в плане развития этой компании? Мои мечты, они такие очень масштабные. Я бы хотел работать с интересными большими проектами, с крутыми артистами. Потолка я не ощущаю. Вот нет такого проекта или такого артиста, который казался бы пределом. После другого артиста есть еще кто-то еще кто-то еще кто-то этих артистов может быть много. Что касается планов компании, я вижу компанию очень масштабной, большие мероприятия такие как Коачелла. Мы делали подготовку выступления Бейонсе для Коачеллы. Это тоже такие мероприятия, когда ты подписываешь определенные бумаги и ты не можешь рассказывать именно в этот период ни что ты делал, ни как ты делал, ни снимать, ни показывать, ничего-ничего нельзя. Вот я могу сказать просто, что я делал подготовку, а больше ничего не могу рассказать. А так же было для Бернингмена, например? Для Бернингмена это было очень интересно. Один из моих больших клиентов пригласил меня сделать проекцию на самолет. То есть этот кемп привозит каждый год самолет, реальный самолет Boeing 747. Когда он увидел проекты, которые я делал, он сказал, я хочу с тобой поехать на Бернингмен, это будет круто. Последний год, когда самолет приезжает туда, он должен быть особенный. Ты можешь сделать что-то особенное? Я говорю, да, могу. И вот так случилось наше такое сотрудничество. это было очень интересно, потому что шесть ночей разный контент, который проецировался на самолет, это было музыкально, очень творчески необычно, очень креативно, и это было объединение креатива многих людей из разных стран, потому что у нас был какой-то концепт общий, но каждый день нам ребята из кемпа приносили свои творческие идеи в качестве контента и плюс с музыкой диджея Дипло это выглядело очень впечатляюще. А вы получается прям подстраивали идеи в течение бёрнинга, то есть у вас не было заранее плана? У нас был какой-то костяк, скажем так, скелет, с которого как бы всё начиналось и ну скажем так и финал какой-то, да, а всё что было в процессе это были креативные вещи в живом исполнении, то есть это такой был своего рода виджейнг, который не был подготовленный и спланированный по сценарию заранее. Это была такая импровизация. Блин, очень классно. Но я желаю, что компания, не ты конкретно, а компания будет ездить с большими турами и вы постепенно покорите не только Америку с тем, что вы можете делать, а европейская часть тоже о вас узнает, а ещё лучше, чтобы и азиатский рынок и немножко Австралии. Спасибо большое, что вас позвали. Мы очень долго договаривались о встрече, потому что с тем графиком, который есть, невозможно это сделать, но я рада, что полдня ты смог выделить, чтобы мы записали наконец-таки, может быть, вдохновили кого-то. И я всегда говорю, если вы точно знаете, что вы хотите делать, вам это нравится, то вы можете себя найти в любой точке мира и даже успешно. Поэтому я приглашаю таких героев и показываю, что это реально. Никогда не бойтесь чего-то пробовать. Да. И подписывайтесь на этот канал, тоже попробуйте так сделать. Мне кажется, вам понравится. Всё. Пока-пока. Я бы хотел, я уже ничего не хочу. Мне жена сказала, давай мы с тобой договоримся. Просто после Quest Pistols это было, конечно, но это сложно, когда ты человек как дальнобойщик, ты его месяц не видишь. Да, он приезжает с мешком денег в конце, но контакт такой человеческий, он начинается вопросом. я сейчас услышала ездить в большие туры это предполагает, что компания будет ездить. А, ну компания, получается физически ты не будешь ездить в эти большие туры, но будешь организовать. Да я же могу их готовить. Да. Просто, опять-таки, ребята, которые хотят с теми же нашими артистами работать, хотя также ездят по турам, они должны понимать, что, по сути, они будут посвящать свою жизнь этому артисту в этот период времени, год-два года. Нужно быть к этому готовым, а не просто, что это красивая картинка. Плюс еще разница, допустим, с Украиной. Вот поехали мы в тур с Океаном Эльзи. 33-35 городов, всю Украину объездили, ну это там полтора месяца, да, вернулись обратно. Когда ты едешь в тур с Леди Гагой, это мировой тур, и это как минимум на полгода. То есть нужно быть готовым, что тебя кто-то не будет видеть полгода. И, кстати, с этим связаны вот райдеры, которые они иногда пишут, вот у Джей Ло в райдере там вся комната должна быть белая, должны быть там цветы какие-то. Да, но вы забываете о том, что эти люди не были дома полгода. Они вот самолет, отель, автобус и так далее. То есть для них, когда они приходят в эту гримерку, это такой кусочек дома, где они хотят настроиться, отдохнуть и выйти и дать людям всю энергию, которая у них есть, все вот эти хорошие флюиды. И они хотят своим определенным образом настроиться. И вот эта гримерка, она своего рода их дом полгода, который переезжает из одной страны в другую. И я вот не вижу ничего плохого в том, что они требуют какие-то вещи, которые им помогают лучше подготовиться к этим шоу и принести людям то, чего люди ожидают. Да и вообще трудно каждый раз ложиться в разную кровать, в разном месте, рассыпаться. Ты немножко оторван получается от реальности, пока вот этот тур у тебя идет, пока ты работаешь. Ну вот моя жена говорит, несмотря на то, что мы 16 лет вместе, она говорит, мы с тобой вместе ну максимум года 3-4. И вот, да, это такая гастрольная жизнь. Мы такая. Гастрольная жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова